Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, вот мы и начали с вами новый сезон. И опять начинаю я с чего? С того, что вот сколько мы в том году с вами встречались, я много рассказывал о том, что как выбирать, что выбирать. И начинаю вот с вами встречаться, вот всю зиму мы работали, и вот уже весну. Поэтому поражает неграмотность, неинформированность о том предмете, которым я занимаюсь. Люди приходят брать семена и даже не понимают, что они берут и для чего они берут. То есть они смотрят на картинки, смотрят, о, вот эта картинка. И многие, как бы, будем так сказать, нехорошие в кавычках психологи, которые занимаются маркетингом или торговлей по сезону, печатают красивые пакетики, пишут красивые названия. Красивый пакет покупает человек, все, а вырастают совершенно некрасивые вещи. То есть, извините, на рынке много контрапака. Я за качественное, фирменное отношение между клиентом, потребителем и поставщиком. Как защитить свои права? Как обезопасить себя от подделок? Ведь не секрет, что качественный пассивной материал – гарантия хорошего урожая. Ответ прост. В этом деле поможет знание ГОСТов Украины. В 2008 году, там, и последний год, в 2009, с 2003 выходило целый ряд ГОСТов, ГОСТандарт Украины, по которым ведется реализация семян, ведется контроль качества, чтобы на рынок потребителю попадал качественный товар. То есть, законы у нас хорошие, ГОСТы у нас хорошие, семенная инспекция профессионально, которая контролирует качество семян. Так в чем проблема? Почему не работают эти законы, эти стандарты Украины? Почему на рынке, к сожалению, я вижу огромное количество несоответствия контрапака? Только потому, что есть отсутствие элементарной грамотности потребителя, который не знает, как купить семинат. Как это сделать, я рассказываю. Мы берем пакет, на нем, допустим, написано какое-то название. По закону Украины должна быть страна, производитель указана. А дальше уже, кто их расфасовал. Конечно, ГОСТ требует от нас, чтобы мы указали 8 показателей. Это много. Многие операторы, которые продают семена, уходят от этого. Первый признак подделки – это когда пишут «годен». Вот сейчас, например, 2014 год, и пишут там до 2018 года. Но не указывают, какой это год урожая. И вот пишется по ГОСТу как? Год урожая, например, вот пишется 2013. А вверху я смотрю, что по ГОСТу период життездачности всего насильня 5-6 роков. То есть семена по ГОСТу урожая 2013 года могут не терять схожесть на протяжении 5-6 лет. Если хранятся по ГОСТу в определенном оптимальной влажности, в определенной температуре, 14-15 градусов, то есть без колебаний. Семена, мы вот, например, храним в специальном хранилище при определенной влажности, поэтому они как бы и сохранятся, например, до 6 лет. Огурцам даже лучше. Чем они дольше хранятся, тем качество всхожести и завязи они лучше плодоносят. А вот для перца, если они полежат 3 года, это уже может быть проблема. Они теряют схожесть. А вот Астра теряет схожесть уже на второй год. По закону те организации, фирмы, которые занимаются реализацией семян, обязаны сдавать, если семена остались, этой партии, допустим, через год на освидетельствование, на проверку в Государственную семенную инспекцию. Государственная семена инспекция по определенной технологии проращивает и дает заключение. Годен, продлевается срок их реализации. Потом там должен быть номер документа, на основании чего было сделано освидетельствование. То есть документ за каким-то номером Государственной инспекции, которая подтвердила всхожесть на этот год. Потом мы на следующий год, если семена, не дай бог, остались, храним их хороших, и отдаем в инспекцию эту партию, он проверяет и дает новый документ, что действительно их еще можно реализовывать, что действительно всхожесть такая. Мало организаций в Украине работает, которые по ГОСТам. Это очень хлопотно для нас, поставщиков, но зато эта трудность нас, знаете, как-то приятно, что люди чувствуют себя комфортно, что их интересы соблюдены. Итак, повторим еще раз, на что должен обратить внимание покупатель. На упаковке с семенами должны быть указаны страна-производитель и компания, которая занималась расфасовкой. Обязательно год урожая и период жизнеспособности семян. Несмотря на то, что семена хранятся несколько лет, важно также соблюдать правила их хранения. Несоблюдение этих правил ведет к уменьшению всхожести, а значит к потере урожая. Нереализованные семена ежегодно должны проверяться Государственной семенной инспекцией. И если они свои жизнеспособности не потеряли, то срок реализации продлевается. Теперь смотрите, откуда появляются семена. Они появляются из-за таких баночек или там мешков небольших там. Как правильно выбрать семена? Можно вот подойти, взять морковку. Стоит одна морковка гривна 50. И там их аж 3 грамма или 5. Получается, что грамм там стоит 30 копеек там или 20 копеек. Ты посеял эту морковку, начиная собирать, одна так вообще не завязалась. Одна рыжая, одна красная, одна желтая, одна фиолетовая. То есть это бессортица. Вот, например, легендарная морква абака. Все начинается с семян, я говорил. Каково семя, таково и племя. Урожай запрограммирован генетике. Вот запрограммировано вот здесь. 3-5 огурцов в одном пучке. Вот в этом огурце запрограммировано то, что когда будут гореть, все огурцы сгорят. Но у него запрограммировано устойчивость к переноспорозу и мучнистой росте. То есть все уже заложено здесь, что написано у него в генах. Гореть он не будет. Например, вот в этом помидоре уже заложено закрытие от осолнечных ожогов листьями плодов, укрытый. И солнце не будет варить его, и он будет не вареный. И заложено то, что он крупный, мясистый, и каждый стандартный. И заложено, что 5-7 килограмм с куста. Или у этого уже в генетике заложено, например, у Астерикса, что тут 100-120 плодов. И тоже заложено, прикрывается от солнечных ожогов плоды. Это ценится, а не то, что помидор много, они оголены, они варятся. Катя, ну такой гибрид, который самый ранний, из всех ранних, самый крупный. То есть получается, человек берет Катю, Саньку, вместо него туда что-то насыпали, написали годин, и до свидания. Красивая картинка, вырастает ужас. Приходят нам клиенты и говорят, Виктор Анайович, так Катя поганая, Санька, так тоже не Катя поганая, Санька. Так как же мы съели, что вы съели, вы название съели. Законы есть, они будут работать только тогда, когда мы будем знать, как мы должны принуждать этих всех, как бы сказать, граждан к их выполнению. Вот, начинаем мы покупать морковку. Чем дешевле стоят семена, тем меньше урожай с этих семян. Вот эта морковочка, полграмма семян стоит до 5 гривен, но она, каждая морковь, абака, 300 грамм. Когда мы их сеем через вот столько, через 2 сантиметра друг от друга, то каждая морковка дает вот такую морковку. То есть из 300 семян мы с вами получаем сколько? 80-90 килограмм. Мы сеем 3 грамма морквы, там получается 5000 семян, из них половина может быть фиолетовой, рыжей или белой, и мы отсортируем вот таких морковок, ну может штук 200. Но очень дешево купили. Вывод, придется работать над этой грядкой, полоть ее, поливать, подкармливать, чтобы потом выбрасывать 80% количественно некачественного продукта. Чтобы выбрать хорошие семена, нужно в первую очередь знать характеристики разных сортов и понимать, что вы хотите получить в итоге. Не гонитесь за ценой. Дешевый некачественный посемной материал не порадует вас результатом. Помните, что хороших семян в пачке будет 10-20 штук. И не забываем о госстандартах Украины. Невыгодно дорогие семена брать и сеять, например, куда попало, в землю, их же потеряешь. Поэтому мы берем таблеточки, я их заливаю водой, и после заливки водой вот эти таблеточки увеличиваются в объеме порядка 5-6 раз. И они держат влагу. 3-4 дня даже поливать не надо. Семена петунии, например, они мелкие-мелкие. И сколько вот я в ящички сеял петунию, петуния хуже прорастает через ящички, через все, чем таблеточки. И почему мне выгоднее в таблеточке ее посеять? Потому что она здесь прямо может и зацвести. У меня две выгоды. Я ухожу от пикировки, перевалки. А это время. Я в это время смогу что-то трудиться, где-то, извините, заработать для своей семьи какие-то деньги. Честным трудом, естественно. Вот мы посеяли, начинает все всходить. Кто на земле живет, в своем доме. Ну, без теплицы это просто, ну, нельзя обходиться. Тогда спрашивают, а зачем в своем доме жить, если ничего своими руками не производить, а просто ночевать. Традиционно наши предки у большинства, и это были крестьяне, ну, не все же аристократы. Поэтому не придаем, так сказать, память своей культуры, предков. Все-таки давайте создавать автономное, правильное самообеспечение и правильное, разумное, на основе знаний и технологий, ведение овощеводства, хозяйства. Ну, в данном случае, в чем в теплице проблемы? Проблемы в теплице какие? Это не только вот сейчас пчелочки тут гудуть у нас, летают. Всегда, где есть культуры овощные растут, здесь есть и вредители. Как бы мы это ни хотели. Будет пенек, будут те пеньки. Везде есть растения, есть вредители. И ошибка граждан в том, что они даже думают, а потом говорят, ой, а что это на цветок на полу, ой, что это заедает. А как что? Профилактику надо делать. Лучше делать профилактику, чем лечить заболевание. Есть два способа. Можно тут взять вот этот опрыскиватель, взять там средства защиты растений, там от клещей, например, препарат Таурос. А вот сейчас я использую вот эти вот липкие ленты. Я сейчас вам продемонстрирую. Ну, вот эта лента. Я эту ленту вынимаю. Здесь есть самоклеечка. Я эту самоклеечку сдираю. И получается вот такая штука. Белокрылка – это страшный вредитель. Вот он у меня от брутмании заводится. Вот это как бы типа дурмана цветы. Французскими духами они пахнут. Вечером выйти страшно. Видимо, есть в нем какие-то алкалоиды, которые привлекают вот эту белокрылку. Белокрылка – страшный вредитель. Он и на помидоры потом нападет. Он и на огурцы нападает. И на точках роста задерживает рост растений. И вот я везде вот такие ловушки ставлю. И вы видите, сколько белокрылки на эти ловушки идут. Вы вот эти ловушечки ставите, и комнаты, даже ваши растения вы можете защищать, живут и спокойно дышат. Есть еще одна у нас угроза. Кроме вредителей, наше это пространство, в котором мы живем и дышим, населяет огромное количество бактерий, спор возбудителей, ну всяких заболеваний, микроорганизмы. Вот появились всходы. Но вы видите, пока появляются всходы, под пленочкой же оно лежало все, а под пленочкой очень мокро. И в этой среде споры возбудителей заболеваний не только вредители могут пробуждаться, которые имеют яйцекладки в земле, а еще пробуждается самое плохое, и черная ножка. И самое главное, мы видим, вот начинают активизироваться вот эти споры такой зеленых водорослей, как бы. Некоторых спор так много, что они прямо заселили весь ящик. Видите, петуния начала пробиваться, и оно, естественно, тормозит развитие растений, естественно, вступает в конфликт и мешает. Что же нам делать? Как нам убрать вот этого врага? С плесенью бороться можно двумя препаратами. А это привикур и есть препарат фитоцит. Он биологический. Фитоцит – это грибки, будем так сказать, хищники, которые уничтожают другие грибы. То есть размножаясь на поверхности грунтов, внутри грунта, вокруг корневой системы, они уничтожают все другие микроорганизмы и размножаются сами. И получается, что растениям они не вредят, на почве такого вреда не наносят. Вот это биометод. Кто имеет аллергию или боязнь химии, использует биологическое сырье. Есть химические свойства. Ну, это как фундазол, фундазим в частности. Мы растворяем пакет. Сначала делаете маточный раствор в стеклянной баночке. И медленно переливая, растворяете там до 5 или до 8 литров, как в инструкции. И вот один из эффективных препаратов – это привикур Энерджи. Это новое поколение привикура. Он из всех химических, как бы считается, не очень токсичным, потому что его использовать и на огурцах можно, и на арбузах, и на дынях, и на всех тыквенных. И он очень эффективен для полива корневой системы. Поливаю раз в недельку рассаду раствором привикура. Поняли? Это я вкратце все говорю. Галопом по Европам. А если вы серьезно, то вам надо консультироваться, как доктора хорошего, быстро больные не выходят. Видите, вот здесь капуста от черной ножки выпала. А эту капусту я выносил, закаливал там на улице. Ну, пока там до нуля градусов, до двух. Капуста после всходов выдерживает до 4 градусов мороза. Это стояло при 10-15 градусах тепла, а та вот здесь стояла в теплице. Естественно, она более изнеженная. Недостаток света привел к выпаданию черной ножки. Поэтому мы поливаем превикуром тоже ее. И за счет превикура остановили выпадание, корни продезинфицировали, земля продезинфицировала. И последнее. Сейчас уже первый и второй лист пошел у петунии. Когда у вас появится второй, третий настоящий листочек, только в этом случае вы и берите подкормочку делаете. Берете, например, я подкармливаю кемирой люкс. Почему? Кемира люкс, даже название люкс, содержит всю систему Менделеева в себе. И это удобрение единственное, бесхлорное. Поскольку чем лучше удобрение, тем больше подделок. Как же и с семенами хорошими. Вот как выглядит правильно кемира. Как пепел. Но когда мы ее бросаем вот в этот стакан, она краснеет. Реакция какая. Подделка слегка розовая. 80% кемиры, к сожалению, подделывают. Вот этот пачечки хватает на 15 литров воды. Растением при двух-трех листах. Вот как бы коротко сегодня о главном, о том, что казалось мне самым главным, я рассказал. Если кто что-то не понял, звоните или приходите. Четко доработаем. Потому что нельзя легкомысленно тратить свое время, силы и здоровье непонятно на что. Надо учиться работать качественно и фирменно. Пусть уже импортное слово используем. Хочу пожелать еще раз вам терпения, спокойствия. И дело надо делать, господа. Работаем, несмотря ни на что. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова